МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем держать вас в курсе происходящего. В студии работает Алмаз Ашим. Добрый вечер. Назову несколько тем, о которых мы будем говорить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На облегчение визо-режима со странами шенгенской зоны рассчитывает Казахстан. В МИДе заявили, в ближайшее время начнутся переговоры с европейскими коллегами. Более ста новых автобусов закупит Акимат Алматы. В мегаполисе заработает первый пилотный проект школьный автобус. Взял 9 миллионов, вернет 185. К штрафу в 15-кратном размере приговорили экс-гендиректора крупной столичной компании за взятку. Об этом и многом другом по порядку. Глава государства провел встречу с ректором Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Жан-Си Тюмебаев рассказал о результатах академической, исследовательской и инновационной деятельности. Сегодня в университете обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе почти 3 тысячи иностранцев из 54 стран. Реализуют свыше 500 образовательных программ. Стало больше научных центров, проектов. В прошлом году заключили более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, Арабских Эмиратов, Турции. Президент указал на важность дальнейшего развития и укрепления международного статуса вуза. Более 100 новых автобусов планируют закупить Акимат Алматы. Обеспечить новым транспортом почти 8 тысяч детей из 29 учебных заведений, намерены в рамках проекта «Школьный автобус». Технику презентовали премьер-министру. Она оснащена современными средствами безопасности. На сегодня по каждой школе уже разработаны детальные маршрутные листы. Параллельно подготавливаются специальные остановки для посадки и высадки детей с указанием времени прибытия транспорта. Помимо автобусов на заводе выпускают реанимобили, пожарные машины, мусоровозы, водовозы, эвакуаторы, грузовики. В планах расширить производство, создать новые рабочие места, нарастить экспорт и увеличить долю локализации. Мы очень серьезно намерены поддерживать дальнейшую диверсификацию нашей экономики и этот проект – это один из примеров этой работы. В целом, компания «Хундаи» с 2011 года работает здесь и за это время значительно усиливала свои позиции на рынке. И мы приветствуем эти инвестиции, расширение линейки производимой продукции, в частности, автобусы. Перед акиматом города глава государства поставил задачу по обеспечению населения комфортным транспортом, по снижению нагрузки на экологию. Поэтому это производство имеет важнейшее значение для этих целей и не только для города Алматы, но и для в целом Казахстана. Глава правительства также ознакомился с ходом строительства первого в Казахстане завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления методом литья под высоким давлением. Общие инвестиции в проект составляют порядка 15 миллиардов в тенге. Предприятие запустить планируют в середине года, и там смогут найти работу 430 человек. Мощность завода при выходе, скажем так, на максимальную мощность будет составлять порядка 20 миллионов секций в год. Мы сможем закрыть потребность Казахстана, наверное, 50% только. Конечно же, цена на продукцию будет ниже цены, которая едет из Кит. Второй момент – мы будем перерабатывать вторичный лом, чтобы снизить нам себестоимость. Рационально использовать водные ресурсы в стране, посоветовал председатель Сената Мауриан Шибаев. Эксперты обсудили вопросы водной безопасности, в частности, внедрения проектов замкнутого водопользования, то есть вторичного использования и очистки воды, предназначенной для технических и бытовых нужд. В ряде регионов страны сегодня остро ощущается нехватка водных ресурсов. Мауриан Шибаев также затронул актуальную задачу вододеления с определенными государствами и совместное использование трансграничных рек. К слову, водный кодекс, принятый более 20 лет назад, корректировался свыше 70 раз. И президент страны поручил разработать новый закон о воде. Водный кодекс, который сегодня действует, он был принят в 2003 году. В этом документе вода рассматривается прежде всего как фактор производства. Сейчас концепция другая. Вода – это ценный ресурс, поэтому нужно к нему относиться бережно. Через умеренное потребление, через какие-то реформы в системе ЖКХ, через цифровизацию, модернизацию инфраструктуры, использование в сельском хозяйстве водосберегающих технологий. С этого года Казахстан возобновил безвизовый режим для стран Евросоюза и рассчитывает на взаимность. В этом вопросе сообщил замминистра иностранных дел Роман Василенко. В 2022-м наша страна подписала соглашение о взаимном освобождении от визовых требований с Албанией и Андоррой. Аналогичная договоренность имеется с Сербией. Также сезонный безвизовый режим применяется казахстанцам, которые едут в Черногорию. Речь идет о облегчении визового режима. Это подразумевает а. сокращение стоимости виз, шенгенских виз для казахстанских граждан. Б. сокращение количества документов. Как известно, европейская сторона в некоторых случаях от страны к стране это по-разному выглядит ситуация. Запрашивают достаточно большое количество документов, и многим нашим гражданам достаточно сложно собрать все эти документы для оформления своих виз. Кроме того, это также предусматривает и сокращение сроков рассмотрения виз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он отметил нововведение в электоральную систему, включая внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной системы, снижение порога для прохождения в мажорист, установление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и людей с особыми потребностями. И также дипломат остановился на текущем состоянии двусторонних отношений. В нынешнем году в Китае пройдет первый саммит. Китай-Центральная Азия. Вторую встречу на высшем уровне в данном формате предлагать провести в Казахстане. Вместе с тем ведутся переговоры о взаимном снятии визовых ограничений. Казахстан для Китая важный сосед, вечный всесторонний стратегический партнер. Поэтому СМИ и граждане уделяют большое внимание политическим процессам в Казахстане. В этом году исполняется 10 лет инициативе «Один пояс, один путь», начальным пунктом которой стал Казахстан. Во втором полугодии в Китае пройдет форум «Один пояс, один путь» на высшем уровне. Я надеюсь, что как в рамках самой инициативы, так и в рамках форума наши отношения будут еще более тесными и платотворными. Казахстан продолжит последовательную политику в области ядерного разоружения, которой страна придерживается с момента обретения независимости. Об этом заявил министр информации и общественного развития Дархан Кадрали, выступая на 10-м Бакинском глобальном форуме. Закрытие Семипалатинского полигона показало приверженность нашей страны принципам безъядерного мира, и это является важным вкладом Казахстана в решение глобальной проблемы, подчеркнул министр. Он также напомнил о главных тезисах выступления президента страны на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня отмечу, Бакинский глобальный форум стал традиционной интеллектуальной платформой для многих стран. В форуме принимают участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, известные политические деятели и ученые со всего мира. Вертолет медицинский разбился в западной части Северной Каролины. Об этом заявили сотрудники службы экстренной помощи в округе Мэкон. Воздушное судно направлялось в больницу, на борту находились три человека, один из них пациент. Сообщается о травмах легкой и средней степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, причины выясняются. Еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Solfern сошел с рельсов в американском штате Алабама. Представители компании заявили, что авария не представляет опасности для окружающей среды и для местных жителей. С рельсов сошли 37 вагонов с дистопливом и остатками раствора полиакриламида. И в итоге были повреждены линии электропередач. Дома, окружающие место ЧП, остались без света. Причины аварии пока неизвестны. Напомню, в начале февраля в штате Огайо с рельсов сошел поезд этой же компании. Они перевозили тогда химические вещества, и после крушения составы загорелись. Американские экоактивисты тогда заявили о гибели рыбы и гибели домашних животных в этом районе. Число погибших из-за мощного взрыва в многоэтажном здании в столице Бангладеш достигло 22 человек. Поиски выживших на месте трагедии продолжались несколько дней. Работы сейчас официально завершены. По предварительной версии причиной происшествия мог быть скопившийся газ, задержанный уже трое подозреваемых. Напомню, взрыв прогремел в семиэтажном здании на территории столичного рынка. Две соседние многоэтажки повреждены, и к тому же пострадал автобус, который стоял неподалеку. Несмотря на массовые протесты, Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста. Реформа предусматривает его постепенное повышение на три месяца ежегодно, чтобы к 2030-му достичь 64 лет. Сейчас возраст пенсионный во Франции самый низкий в Евросоюзе, один из самых низких, 62 года. Кроме этого, реформа предполагает повышение пенсии на 5% для женщин, которые имеют детей и отработали не менее 43 лет. Американские ученые ищут способ, как эффективно использовать электромобили в холодное время года. Для этого они совершенствуют аккумуляторы. Британские исследователи тестируют комфортабельный дом, способный выдерживать сильнейшую жару Сахары или экстремальные морозы. О последних инновационных технологиях наш обзор. Эти два жилых дома в Великобритании тестируют на прочность, подвергая их в лабораторных условиях резким перепадам температур. От экстремальной жары до сильных морозов. Для этого здание поместили в огромную камеру, температура в которой полностью контролируется. Постройки называют домами будущего. Цель эксперимента – показать, смогут ли они выдержать изменения климата, а также определить наиболее эффективные способы создания углеродно-нейтральных зданий. Проект оценивается в 19 миллионов долларов. Климат меняется, мы все это понимаем. Он становится не просто теплым, но и более экстремальным. В будущем нас ожидают сухое, жаркое лето и влажные зимы. Мы пытаемся выяснить, что с домами случится, если обрушатся сильные дожди, снегопад или ветер. Здания также оснащены тепловыми насосами и инфракрасными системами обогрева. Вторую жизнь получают органические отходы в Испании. Здесь из них создают биопластик. Для этого используется определенный тип бактерий. Технология превращает пищевые отходы в продукт, который может быть использован как биоразлагаемая альтернатива обычному пластику. Для производства конечного продукта его распечатывают на 3D-принтере. По словам авторов проекта, биопластик можно использовать в медицине и создании мобильных телефонов. Мы можем применять их во многих сферах, особенно в медицине. К примеру, если его ввести в тело, то организм не отвергнет его. А это действительно важно. Американский штат Аляска. 50 градусов ниже нуля. Школьный электроавтобус курсирует по маршруту с учениками. Транспорт способен преодолеть чуть более 60 километров заснеженных дорог. Но, к сожалению, не больше. С такой проблемой сталкиваются владельцы электрокаров во всем мире. Зеленые машины не могут проехать большие расстояния при морозах, в чем уступают своим бензиновым аналогам. Аккумуляторы быстро разряжаются из-за поддержания тепла в салоне. Электрические автобусы очень дорого обходятся. Если этот выйдет из строя, покупать другой бесполезно. Холодный климат Северной Америки им не подходит. Быстро садится заряд. Мировые автопроизводители устроили гонку в поиске решения. Одно из них – изменить химический состав аккумуляторов. Так ученые протестировали электромобиль, который в холодную погоду преодолел более 500 километров. Хоть и с остановками для подзарядки. Ожидается, что усовершенствованные электрокары поступят в продажу в течение пяти лет. В США на границе с Мексикой установили сканер для выявления опиоидов. Они попадают в страну контрабандным путем. За последние пять месяцев в Штатах изъяли более 21 миллиона таблеток фентанила. Рост статистики власти связывают с наплывом мигрантов, которые пересекают границу. В Мексике в прошлом году от передозировки наркотиков скончались более 100 тысяч человек. Две трети этих смертей вызваны употреблением фентанила или похожих препаратов. В Алматинской области полицейские ликвидировали очередную лабораторию по производству наркотиков и задержали подозреваемого в незаконной деятельности. Это 29-летний уроженец Карагандинской области. По информации полицейских, мужчина познакомился с неизвестным в телеграм-канале и согласился на предложение работать. Наркодеятельностью он занимался два месяца. В помещении обнаружены подносы с веществом белого цвета кристаллической формы и 15 канистр с прекурсорами. По данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемый в изоляторе временного содержания. 185 миллионов тенге штраф должен выплатить экс-гендиректор компании «Астана Зеленстрой» Айбар Наурзали. Кроме того, суд лишил его права занимать должности в госсекторе. Столичный суд района Байконнер признал его виновным в получении взятки в размере 9 миллионов тенге. Деньги бывший глава компании получил от подрядчика за подписание актов выполненных работ. Предпринимательницу тоже наказали. Задачу взятки ее оштрафовали на 135 миллионов тенге. Это 15-кратный размер взятки. На востоке Казахстана сохраняется лавинная опасность. Софиксирован сход снежной массы на трассе Усть-Криногорска-Алтай-Рахманские ключи. Дорожные службы отправились на место и приступили к расчищению этого участка. Чтобы сократить риски, специалисты Касселезащиты ежедневно проводят профилактические спуски лавин. За зиму совершили 85 взрывов. Спущено более 300 тысяч кубометров снега. Активные таяния осадки усугубляют ситуацию сейчас. На трассе Усть-Криногорска-Алтай, например, сегодня за один день пришлось провести сразу 5 спусков. В результате взрывных работ спущено более 20 тысяч кубов снега. Высота снежного покрова составляет от 30 до 150 сантиметров. Сегодня, значит, у нас специалисты продолжают мониторинг, наблюдение и контроль по всем лавиноопасным маршрутам. Талые воды размыли сразу несколько участков трассы Чапаева, Жангала, Бесен в Западно-Казахстанской области. Перелив воды произошел вблизь сел Тимир-Масина, Уяло и Маш-Тексай. Движение по этим направлениям восстановлено сейчас. По словам спасателей, угрозы подтопления жилых домов нет. Оперативно-спасательные службы держат ситуацию под контролем, поскольку в зоне потопления находится 138 населенных пунктов. На данный момент в нашем Западно-Казахстане области автомобильная дорога Республика на значение общей протяженности 1414 километров. У нас есть 12 опасных участков. Это в основном автодороге М32 Самара-Чингвент, Уральск-Бузулук, это Уральск в сторону Российской Федерации границы и подстепную Федоровку. В Актюбинской области участились дорожно-транспортные происшествия. Наибольшее число аварий с начала года, в том числе с участием иностранных граждан, зарегистрировано на трассе международного значения Самара-Шимкент. В этих ДТП погибли 5 человек, 11 ранены. Изменить статистику полиции рассчитывают благодаря профилактическим мероприятиям. Стражи порядка организовывают приемные прямо на дороге. В этот раз встречу с водителями организовали на одном из самых опасных участков трассы Самара-Шимкент, на территории поселка Дон Храмтавского района. Именно здесь ежегодно случается наибольшее количество ДТП. По информации полицейских, не уступают по числу аварий участки дороги, пролегающие через населенные пункты Ахжар и Бугитсай. Несмотря на множество подъемов и спусков, небольших мостов, а также высокую степень заносимости участка в зимнее время, водители игнорируют элементарные правила дорожного движения. Превышают скорость и выезжают на встречную полосу. В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий на территории Актюбинской области с 7 по 11 марта текущего года проводится оперативно-проэкологическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках данного мероприятия департаментом полиции Актюбинской области проводим акции приемные на дороге именно на аварийно-опасных участках. С начала года на данном участке зарезали 7 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 5 человек и 11 человек получили телесные повреждения. В неформальной встрече с водителями приняли участие специалисты всех ответственных служб. Полицейские рассказывали водителям о статистике ДТП и знакомили с картой аварийности. Спасатели объясняли, как при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Юные инспекторы из местных школ призывали взрослых быть внимательнее и бдительнее в дороге. Учитывая нюансы автомагистрали и сюрпризы погоды, здесь круглосуточно дежурят сотрудники дорожных служб. Они занимаются очисткой снега и наледи, обрабатывают трассу инертными материалами. С наступлением благоприятных погодных условий планируют приступить к ямочному ремонту. А ближе к осени, говорят, на этой трассе начнется капитальный ремонт. Уже 18 лет как построили эту дорогу. После получения положительной заключения экспертизы планируется полностью реконструкция отравления дорог. То есть это перевод с третьей категории на первую категорию. То есть это четыре полосы. Расстояние между ними будет 60-120 метров. 262 километра. Отмечу, за два дня оперативно-профилактического мероприятия полицейские выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения. В том числе были задержаны автолюбители, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также будучи лишенными водительских прав. Айсулу Махмутова, Булат Молдогалеев, Октюбинская область, Хабар, 24. Продолжаем выпуск. Председатель ЦИК инспекционные поездки по регионам совершает в рамках подготовки к предстоящим выборам. Нурлан Абдиров провел обучающий семинар совещания в Казлардинской области. 19 марта там к работе приступят 516 избирательных комиссий, в составе которых 3382 человека. Право голоса имеет 486 тысяч казлардинцев. На встрече с руководителями госструктуры и с ответственными лицами проработали важные орг-вопросы и практические кейсы. К демонстрации последних привлекли будущих юристов Казлардинского университета. Далее Нурлан Абдиров встретился с членами территориальной избирательной комиссии и ответил на вопросы. По отработке практических кейсов сегодня в этой деловой игре отражен весь избирательный процесс от открытия участка до его закрытия. Анализ ситуации показал, что важно повышать правовую грамотность всех участников избирательного процесса. Члены комиссии, избиратели и наблюдатели должны знать законы, свои права и уметь пользоваться ими. В Национальной Академической Библиотеке презентовали книгу об инвестициях на казахском языке. Авторы Ерханат Абини, Бауржан Шурманов, Ербола Замбек уверяют, в ней собрана вся актуальная информация о работе фондового рынка и не только. Здесь же лучшие международные практики, схемы, секреты успешных инвесторов, личный опыт авторов. В тираж книги две с половиной тысячи экземпляров, полторы тысячи из них переданы в университеты страны, а остальные в фонд Национальной Академической Библиотеки. Фонд должен соответствовать вообще каждому спросу. Держевая тема, это на сегодняшний день тема актуальная, но книг очень мало. Всего 38 наименований на эту тему. На казахском одно учебное методическое пособие, а эта книга как бы на казахском с именно наших авторов, написанная первой книгой. В вузах я не знаю, у них другой фонд. На эту тему найти какие-то книги именно на казахском проблемно. На этом мы закончим, но немного позже вернемся. До скорого.